Друзья, я решил впервые записать такое видео в формате стрим, поскольку прошедший год был достаточно сложный, тяжелый, фон я выбрал соответствующий, сам его анимировал. Пока это такое пробное тестовое видео, посмотрим, что получится. Итак, наступает Новый год, всех хочу с этим поздравить. Предыдущий год был очень тяжелый, как обычно, мы надеемся, что Новый год будет намного легче, намного лучше, намного интереснее и позитивнее. Я хочу рассказать о том, чего я лично достиг, чего достигли мы все вместе в нашей мастерской за прошедший год. Итак, первое, чем я больше всего горжусь, это тем, что наша мастерская смогла отдать работу людям в это непростое время. То есть наступил коронавирус, наступила пандемия и уже с января-февраля очень многих людей стали увольнять. Просто выгоняли на улицу без денег, без зарплаты и так получилось, что в нашей мастерской работало три мастера и эти люди смогли заработать себе деньги. То есть мы дали работу и люди смогли заработать деньги себе, чтобы прокормить себя и своих родственников. Я считаю, что это очень большое достижение, то, что вот так вот получилось, несмотря на все обстоятельства. Второе, то, чем я опять же очень сильно горжусь, тем, что мы помогаем людям. То есть мы не просто зарабатываем деньги, мы не заламываем цены, мы не назначаем какие-то безумные прайсы, мы стараемся оказывать услуги по самой-самой минимальной цене. То есть мы ремонтируем велосипеды тем людям, которые в этом нуждаются. То есть мы консультируем, мы объясняем, долго-долго рассказываем. Если надо, продаем инструменты, если надо, продаем запчасти по самой маленькой цене и оказываем услуги настолько качественно, насколько у нас это получается. То есть мы учимся, мы делаем всякие разные штуки, которые другие мастера делают. То, что мы не умеем, мы отдаем в другие мастерские, потому что есть профессионалы, есть реально крутые ребята у нас в городе. И не все мы умеем, некоторые вещи мы им отдаем, и тоже получается, что даем работу им в том числе. Поэтому я думаю, что очень многим людям у СВА могли, с очень многими людьми мы познакомились. И люди катаются на велосипедах, радуются, получают удовольствие от катания. Вот это самое важное, что я считаю, это не просто наматывать километраж, куда-то там ездить, а именно получать удовольствие от поездки, чтобы он был комфортным, чтобы он был настроен под ваши, скажем так, условия. То есть вот этим мы занимались. Строили мастерскую. Сначала у нас был маленький подвальчик, потом мы заняли целых два этажа мастерской. Потом мы построили огромный-огромный навес, в котором теперь можно много велосипедов и хранить, и ремонтировать, и в том числе и в плохую погоду. И сейчас мы построили еще одну маленькую мастерскую, то есть пристроечку. Там будет именно вот такая рабочая зона, стенды, все, что необходимо. На данный момент в мастерской у нас два больших стенда, один маленький стенд и еще две подставки. То есть это достаточно много. Можно одновременно, скажем так, порядка пяти велосипедов установить и обслуживать. Есть очень много запчастей, есть очень много интересных инструментов. Мы освоили всякие разные штуки, типа сварки, токарки и так далее. То есть мы сотрудничаем с самыми разными людьми, не только с теми мастерами, которые работают у нас, не только с теми мастерами, которые работают в других мастерских, но и с другими совершенно людьми, которые умеют тоже очень многое. Мы с ними знакомимся, общаемся и даем работу им. Они нам помогают, чтобы мы помогли вам, чтобы мы могли починить ваши велосипеды. То есть вот такой был год в плане велоремонта. Вторая тема – это, конечно, прокат. Очень много в этом году людей не смогли поехать в отпуск далеко, за границу, куда-то на юг, потому что, опять же, в пандемии коронавирус и небольшой бюджет, который люди могли оставить на вот эти вот развлечения, на эти поездки. Поэтому велопрокат, единственный по сути велопрокат, потому что в других прокатах в Твери один-два велосипеда, и то они не всегда работают, эти велопрокаты. У нас велосипедов очень много, и люди приезжали в район велосипеды, катались, дети, взрослые из других городов и иностранцы в том числе приезжали, изучали Твери, то есть мы развиваем внутренний туризм, по сути, катались на природу, отдыхали, свое здоровье, скажем так, тоже улучшали, потому что велосипед – это один из самых лучших средств, таких вот для здоровья, скажем так. Так, то есть ходьба, плавание и велосипед, я считаю, что это три самых таких оптимальных варианта времяпровождения у нас в городе, по крайней мере. Поэтому прокат велосипедный работал, люди приходили, все были довольны и работали круглосуточно, то есть кто хотел и ночью кататься, кто хотел и днем, на несколько дней брали велосипеды. То есть я считаю, что это очень здорово, что вот кроме нас, кто в городе не захотелось им заниматься, а мы захотели и смогли и сделали. Далее, прокат байдарок. В этом году внутренний туризм в Кирской области развивался очень здорово, просто безумно здорово, мы сдавали байдарки. Мы помогли ребятам организовать свою собственную турфирму, скажем так, то есть они собирали людей, организовали для них все, делали их времяпровождение комфортным, веселым и незабываемым. А мы предоставляли байдарки в прокат, соответственно, помогли опять же людям одним провести время с пользой на природе, отдохнуть от коронавируса в том числе, а другим людям заработать на этом, то есть организовать свою небольшую турфирму, которая тоже зарабатывала деньги и тоже люди проводили время с удовольствием. Вот. То есть вот это вот все сочеталось. Ну и третья стройка. Стройка продолжается. Строим мастерскую, развиваемся. Я надеюсь, что в следующем году мы все это, по крайней мере, постараемся доделать. Я очень на это надеюсь, потому что процесс бесконечный, безграничный. Я очень надеюсь, что мы продолжим сотрудничать с лучшими мастерами в городе, что они будут и нам клиентов приводить, и мы будем им клиентов приводить. И очень я надеюсь, что количество клиентов наших будет увеличиваться с каждым годом, потому что мы стараемся делать это настолько качественно, насколько это возможно. То есть мы учимся, мы стараемся, мы делаем. Иногда бывают ошибки, иногда бывают косяки. Мы стараемся их тоже исправлять. Не всегда это получается. Бывают клиенты очень негативные. Но более-менее процесс идет. Вот в том году я сделал сайт. Ютуб-канал у нас развивается. Поэтому работаем в этом направлении. Поэтому приходите к нам, обращайтесь в нашу веломастерскую, обращайтесь к нам в прокат. Я надеюсь, что вы получите и качественное обслуживание, и полную консультацию, и минимальную цену, и в конце концов удовольствие от всего вот этого, от знакомства с новыми людьми. Потому что людей у нас приезжает много, и можно с кем-то познакомиться, пообщаться, и найти себе компанию и для покатушек велосипедных, и для каких-то походов, и для спавов на байдар. И будем также дальше развивать электровелосипеды. То есть это отличное, вообще очень интересное направление. Это вообще не мотоциклы, это не квадроциклы, это не велосипеды. Это совершенно новая-новая фишка. Очень интересная, необычная, но очень дорогая, скажем так, бюджетная. Поэтому процесс идет очень долго. Пока на данный момент всего три велосипеда собрано, хотя 10 моторов у меня есть. И я даже вот вчера, 30 декабря, сидел, делал корпус для очередного велосипеда, потому что я надеюсь, что в весне хотя бы несколько штук будет ездить, и люди смогут, во-первых, попробовать, что такое электровелосипед, попробовать разные виды велосипедов. Потому что есть мощные, есть слабые, есть футбайки на больших колесах, есть там какие-то спортивные велосипеды. То есть будет очень много вариантов электровелосипедов, чтобы каждый мог, во-первых, попробовать, что такое электровелосипед и какие они бывают. Потому что на одном велосипеде можно ехать быстро, на другом можно ехать медленно, но зато очень большая проходимость. Третий велосипед какой-то трюковой, четвертый скоростной и так далее. То есть они совершенно разные, и это не просто какой-то электровелосипед. Это прям много-много-много-много направлений, которым можно, опять же, получать удовольствие и, самое главное, наслаждаться природой. То есть когда вы едете на электровелосипеде, он бесшуный, он не потребляет бензин, он не трактит, он не пахнет ни маслом, ни бензином, ничем, ни выхладными газами. Вы едете по лесу, вы едете вдоль речки, вы слышите птичек, вы наслаждаетесь природой, и ничего не пахнет, ничего не трактит, никаких проблем вообще нет. Поэтому электровелосипед – это будущее, конечно. Вот мы работаем в этом направлении, чтобы люди могли, во-первых, попробовать, что это такое. Причем просто в магазин вы придете, вам не дадут велосипед, чтобы поехать на нем куда-то кататься. Можете просто его потрогать. А здесь вы можете прийти, взять велосипед и на нем прокатиться полчаса, час, понять, что это такое. И второе – вы можете взять его на целый день, потому что, допустим, велосипед дорогой, да, стоит он достаточно очень дорого. Плюс если вы живете в квартире, таскать его по лестнице или на лифте – не всегда вариант. А тут вы пришли, там, раз в неделю, раз в месяц, там, два-три раза в год, вы можете покататься, и это будет очень дешево, это будет дешевле, чем покупать свой, с учетом износа батареи и коней. Будем работать в этом направлении. Так что жду вас в новом году, надеюсь, что у вас все будет хорошо, надеюсь, что вы будете здоровы, надеюсь, что у вас будет очень много денег на развлечения, и не только на это, и на дальнейшее развитие. Поэтому вам всех благ, здоровья, и увидимся в новом году. Спасибо. 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 Спасибо.